Привет! Сегодня мы будем смотреть фото, которые вы мне прислали. Александр наслаждался прогулкой и заметил под ногами водительское удостоверение Владимира Владимировича. Совершенно обычное явление для России, правда? Дистанционное обучение позволяет ученикам заниматься не совсем тем, чем они должны быть увлечены. Глебу стало слишком скучно во время урока истории, и он возвёл эту монетную стену. Киткат выпустил новогоднюю линейку шоколада с изображением Санты, но на реальной плитке его лицо слегка перекошено. Собака Вари постоянно царапала эту дверь, чтобы ей открыли. Варя решила скрыть дефект весьма необычным образом, и вот что у неё получилось. Тот случай, когда у тебя нет других вариантов, кроме как скачать предлагаемое предложение. Google Play создаёт лишь иллюзию того, что выбор стоит за вами. Тот случай, когда лишь одна буква полностью меняет смысл предложения. В принципе, логично выглядят оба запрета. А вы выручали своих одноклассников, когда те не подготовились? Пример того, как должен выглядеть сплочённый коллектив. Не совсем честно, зато укрепляет отношения. Настя нашла этого палочника у себя на участке. Теперь он живёт с ней. Да, среди нас есть много любителей экзотических питомцев, но некоторым, наоборот, подобная живность не по душе. Вот что получается, когда в твоей семье есть младшая сестрёнка. В комментариях начали предполагать, что после такого этой сестры уже не стало. Светославу не понравилось то, как в этом месте сделали пешеходный переход. Но уж лучше так, чем совсем без него, разве нет? Коля сказал, что ему больно смотреть на то, как упаковывают карандаши на заводе. Правильно находится лишь оранжевый цвет, и то, скорее всего, по чистой случайности. Вероника заявила, что этот провод висит здесь уже очень давно. Всем стало интересно, что произойдёт, если за него дёрнуть. Больше всего времени было потрачено на создание аккуратных зубов. Некоторым, правда, не совсем понравилось, что над глазами не стали так же тщательно стараться. Но мне и так нравится. Ирина выложила мышку из пуговиц и в комментариях тут же написала, что это очень символичная поделка. Ведь весь прошлый год мы провели в своих норах и никуда не высовывались. Для тех, кто обожает салат оливье, такие чипсы точно придутся по душе. Мы требуем продолжения линейки. Нам нужны чипсы со вкусом цезаря, крабового салата и, конечно же, с селёдкой под шубой. Кто-то безумно боится пауков, а некоторым эти создания кажутся слишком интересными. Поэтому даже на собственные дома такие люди готовы вешать подобные скульптуры. Есть среди нас знатоки покемонов? Если да, то вы тут же узнаете того, кто попытался перевоплотиться в Пикачу. Лицо выдаёт покемона Дито, как бы он ни старался. Богдан решил нарисовать зверушек из Майнкрафта и дать каждому кличку. Кто из них вам понравился больше всего? Гель для душа тех, кто не может представить свою жизнь без бокальчика шампанского. Для того, чтобы попасть в один из следующих выпусков, присылайте свои фото по ссылкам в описании под видео. Не хватило только буквы «Я», чтобы выложить здесь слово в единственном числе. Виктория так и не признала, её это рук дело или нет. Левый вариант предназначен для котов-каннибалов. Кот Сергея настолько любит покушать, что готов всё время находиться здесь в ожидании обеда. Александр продемонстрировал, как правильно смотреть видео с телефона, чтобы шея не уставала. Есть, правда, один минус. Уснёшь в таком положении, а когда проснёшься, можно забыть про эту конструкцию и приложиться к ней лбом. Наш мир не обречён, пока существуют люди, готовые делиться своим оптимизмом с остальными. Плохое настроение? Возьми с собой улыбку, и день станет чуточку лучше. К Новому году Анна своими руками создавала поделку с заснеженным домом. Ань, задумайся насчёт того, чтобы начать делать что-то подобное на продажу. Многим это придётся по душе. Я бы купил, например. Так выглядит снежок настоящего перфекциониста. Но что-то подсказывает мне, что он был сделан не руками, а при помощи специального приспособления. То чувство, когда всю жизнь мечтал стать лётчиком, а стал охранником. Лётчиком не стал, но можно выбрать какие-нибудь творческие профессии. Талант ведь налицо. Максим любит путешествовать. И из каждого места, где он побывал, привозит домой зажигалку. Перед вами места, в которые Макс съездил за последние два года. Что может быть милее спящего котика? Только спящий котик, который обнимает свою любимую мягкую игрушку. Данила удивился, когда встретил магазин Пятница с весьма знакомым дизайном. И нет, это не подражатели, а дочерняя сеть Пятёрочки. Продолжаем тему этого супермаркета с фотографией Виктории. Она нашла свои старые самодельные медиаторы. Главное не показывать их родителям, а то они наконец поймут, куда делась их скидочная карта Пятёрочки. Полина прислала одну из своих работ. Если вы тоже любите рисовать и хотите получить адекватную критику своему творчеству, то в нашей группе во Вконтакте вам укажут на все недостатки и подчеркнут преимущества. Костя – ещё один любитель Майнкрафта, и он также решил перенести персонажей из этой игры в реальность. Но не стал просто рисовать их на бумаге, а создал фигурки. Лихан считает, что у него не всё в порядке с удачей. Когда он покупает что-нибудь в торговом автомате, то есть большая вероятность такого финала. Сергей прислал фотографию ситуации, которую, по его мнению, можно встретить только в России. Сначала перебежал дорогу, а затем перепрыгнул препятствие. Вот тебе и разминка! Тот случай, когда во время скушного урока у тебя не так уж много предметов, из которых можно что-нибудь соорудить. Но даже в такой непростой ситуации Руслан справился. После того, как настали холодные времена, некоторые деревья начали мечтать о том, чтобы их листва вернулась. Валентине удалось вовремя запечатлеть удачное сочетание облаков с деревом. Олег с одноклассниками целую перемену старались над тем, чтобы изобразить на доске самые распространённые ситуации из Амангас. После этого её долго пытались вымыть начисто. Есть свободная минутка? Склей, лося, это не шутка. Кажется, создатели этого шедевра слегка надышались этим самым моментом перед тем, как придумать такое. Этот Дед Мороз был найден на стекле супермаркета. По нему видно, что 2020-й потрепал не только обычных людей, но даже наших любимых праздничных героев. Каждый геймер знает, что если надолго отойти от компьютера, то вас может выкинуть с сервера. Друг Сергея нашёл решение этой ситуации и пошёл заниматься своими делами. Котёнок Екатерины обожает смотреть вместе со своей хозяйкой что-нибудь на экране компьютера. Есть, правда, у такой милоты и минус – котёнок совсем не прозрачный. После того, как Алиса увидела это, ей показалось, что инопланетяне пытаются связаться с нами. Но реальность намного проще – это отражение окон дома напротив. Встретив на своём пути эту трубу, Вячеслав был не в восторге. Скажи спасибо, что она хотя бы не посередине тротуара находится. А то бывает и такое. Не знаю, что увидел в окне кот Анастасии, но мне срочно нужен второй снимок с изображением того, что в этот момент происходило во дворе. Кристине тоже повезло в создании удачного кадра с её котом. Да, вы уже и сами всё поняли. Это «Press F to pay respect» в кошачьем исполнении. Сын Светланы давно пытался доказать, что у них необычный чайник. У него есть лицо, и он постоянно показывает язык. В какой-то момент и сама Светлана это смогла разглядеть. Что-то здесь не так. Ах, да, гласные буквы же стоят не на своих местах. Хотели нас обмануть таким образом, но и в этот раз мы оказались внимательней. Обратите внимание на сидушку. Первые мысли от увиденного были, что качели предназначены для гимнастов, которые должны сидеть на шпагате. А только потом дошло, что это две отдельные качели. Вы когда-нибудь пытались заснять молнию во время грозы? Иногда получаются совершенно удивительные кадры, как у Кати. Лев сделал деревянную кнопку Ютуба. Есть предложение вручать ее за первую тысячу подписчиков, чтобы у молодых блогеров был стимул заниматься этим делом дальше. Эльмира связала космонавта из Among Us в своем любимом цвете. У нее даже появились желающие получить такую же игрушку. Фактория. Место, где рождаются стартапы. Не только у людей не осуществляются детские мечты о том, что они хотели стать космонавтами. Эта груша очень хотела быть бананом, но судьба распорядилась иначе. Никому не было интересно, что находится внутри фломастеров. Миша вскрыл парочку и увидел красочное зрелище. В семье Ильдара абсолютно все соблюдают масочный режим. И животные в том числе. Правда, объяснить им, зачем это нужно, так и не удалось. Кот в легком недоумении. Сэндвич на картинке слишком аппетитный. И сложно поверить, что внутри будет что-то похожее. И это верно. В реальности, как это часто бывает, мы видим совершенно другую картину. Анастасия из тех людей, которые способны радоваться тому, что нам дает природа. Когда выпал снег, она начала любоваться тем, насколько он удивительный. Если приглядеться внимательней. Лучшее украшение для праздника – это не то, которое потом на целый год отправится обратно в шкаф. А то, которое можно будет с наслаждением съесть. Внимание, акция! Каждому закрывшему дверь в подъезде тепло в подарок. Такую бесплатную акцию Максим встретил на входе в свой дом. Ярослав любит минимализм. Ему понадобилось 30 минут, чтобы создать этот пейзаж. Что ж, развивайся! Ярослав, мне, как и многим другим, очень нравится подобный стиль. Данил завершает сегодняшний выпуск своим творчеством. На вашу оценку он прислал сразу несколько рисунков с любимыми персонажами из аниме. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok